В любой армии мира существуют войска, которые принято считать элитными. Стратегическая дальняя авиация России, вне всякого сомнения, элита наших вооруженных сил. А ракетоносцы Ту-160 элита дальней авиации. Сегодня мы расскажем о службе на таких машинах и побываем на борту этого уникального самолета. Впервые поднявшийся в небо в начале 80-х, принятый на вооружение в 87-м, казалось, он опередил свое время минимум на десятилетие. Ту-160, способный работать на сверхзвуке, предназначенный для удара крылатыми ракетами, Ту-160 – самая мобильная составляющая нашей дальней авиации. Патрулирование над территориальными водами России, полеты за угол к берегам европейских стран. Работа над океаном вблизи Африки и Латинской Америки в непосредственной близости от потенциальных целей. «Белый лебедь», как его называют наши летчики, затачивался под строго определенные задачи. В случае приказа ядерным ударом уничтожать цели размером с крупный город. «И я мотор врубаю слепо, и мне луна мигает слепо, лечу без женщины хлеба, не видим невесом. Сегодня смерть приходит с неба, сегодня смерть приходит с неба, сегодня смерть приходит с неба, и мы ее несем». «Ну давай, рассказывай, как ты в футбол играл?» «Мы вчера поделились на две команды, играли еще в старшеклассниках. Мы их выиграли в 7-5». «В 7-5 старшеклассников?» «Да». «Молодцы!» «Старший Николай больше гуманитарий, тяготеет, у него такая творческая натура, художественная, что-то любит рисовать, вырисовывать». «Младший сын более активный, Андрей. Хочет пойти по стопам папы». «Давай, теперь ты, твоя очередь!» «Давай, давай, давай, тяни, тяни! Става!» «Учится с переменным успехом, но я его настраиваю, что без учебы ничего у него не получится». «А в школе как учились?» «В школе я учился, так скажем, хорошо». «В хулигане?» «Ну, не сильно, не сильно. В школе я еще, кстати, был в Тульский аэроклуб ездил, на самолетах я 52 летал. Поэтому у меня была как бы для учителей, для родителей отмазка. Времени мало. Вот я езжу, там летаю. Поэтому, если где-то не успеваю, то извините, вот я тут разрываюсь». «Давай, давай, 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 давай Самолет может летать в два раза быстрее скорости звука, так называемое число маха, равно двум. Дальность полета фактически ограничена только физиологическими способностями экипажа, так как самолет может выполнять дозаправки в воздухе. Самолет может принять в полете топливо вплоть до 50 тонн. В принципе, может и больше, но самолет-заправщик максимально нам что отдавал, это 50 тонн. Соответственно, управляется со щитка помощника командира корабля, выпускается штанга дозаправки, готовится система топливная к приему заданного количества топлива. В это время командир экипажа подходит на исходную дистанцию 200 на 200 от самолета-заправщика в правом пеллинге с принижением 50 метров. После подготовки системы до заправки дистанция и интервал сокращаются до 100 на 100 с принижением 25 с последующим занятием положения кильвата. Далее по линии прямого шланга наш самолет подходит на исходную для контактирования. Это 10-12 метров до выпущенного конуса самолета-заправщика. Здесь необходимо остановиться, уравнять опорные обороты двигателей, стримировать самолет. После этого подается команда единичка и двоечка, присваиваются позывные. Танкер он единичка, самолет заправляемый двоечка. Подается команда по радио единичка и двоечка, иду на контакт с переливом 10, например, или 20, ну или так далее. Дальше. Добавляется внутренним по пол шарика 3-5 по альфа-рут, тем самым обеспечивается сближение с самолетом-заправщиком со скоростью быстро идущего человека. При подходе к конусу на расстоянии 1,5-2 метров увеличивается сопротивление, так как мы входим в спутный след от самолета-заправщика. Чтобы не потерять скорость подхода к конусу, необходимо еще добавить пол шарика немного оборотов. В этом случае при выдерживании линии по направлению и по высоте обеспечивается заданная скорость и попадание в центр конуса датчика. К слову, хорошо, красиво, а главное, легко все это выглядит только на экране. Действия экипажа должны быть выверены до мелочей. Напомним, махина весом почти 270 тонн и длиной с девятиэтажку, несущаяся в небе с огромной скоростью, должна медленно сближаться с конусом где-то со скоростью быстро идущего человека. И когда это не получается, то, впрочем, смотрите сами. Доставляют буквально через 3-4 дня после обжарки. В этом вся и фишка, потому что кофе, оно окисляется и стареет со временем. Через месяц уже разности между сортами не чувствуется. Была у меня автоматическая кофемашина, но что-то она меня перестала устраивать. Продал я ее, купил вот такую. Здесь полностью ручной процесс. До сих пор у меня стоит вот такой вот частый микроурганский кофе. Из Никарагуа поступила специальная задача по патрулированию с выполнением посадок в дальних регионах нашего мира. Показать присутствие, я так понимаю. И одновременно мы сопровождали секретаря Совета Безопасности, товарища Патрушева. Вот он с официальным визитом находился в этих странах, Венесуэла и Никарагуа. Ну, мы чуть попозже пролетели на своих замечательных самолетах с выполнением дозаправок. Сначала посадка была в Венесуэле, недалеко от столицы Каракаса. Потом, после короткого отдыха и подготовки, выполнили патрулирование Карибского региона с посадкой уже в Монагуа, Никарагуа. Вот, пожалуйста, все не высыпается уже, запрессовано. По своей методике чуть-чуть сахарку добавляю до того, как кофе сварить, чтобы не портить рисунок, который у нас должен получиться с помощью взбитого молока. Как-то так. Когда красивее получается, когда не очень. Ну, главное, вкусно. Супер. Конечно, хочется, чтобы муж был почаще, потому что, тем более, у нас два мальчика, а мальчикам, соответственно, хочется почаще рядом, чтобы был отец. Вот. Ну, как бы. Я всегда с вами. Да. Слушай. Тревога у меня есть всегда, на каком бы типе он ни служил. То есть, всегда переживаю. Всегда не сплю, когда он на полетах. Даже есть такая, я не знаю, примета. В тот день, когда он летает, я ничего не делаю. То есть... По дому. Да, по дому не убираюсь. Ну, как будет. Не знаю. Когда-то мне давно кто-то сказал, когда я еще была молодая. То есть, не надо. Вот вернется с полетов тогда. Вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня привлекали всегда большие, тяжелые, далеко летающие самолеты. Вот. Есть люди, которым нравится истребительная авиация. Ну, я в душе дальник. Поэтому летал. Ну, в училище, соответственно, легкие самолеты. Л-39 осваивали. Ту-134 УБЛ потом. Вот. После этого Ту-22М-3. И в итоге Ту-160. Впервые про Ту-160 я еще в училище. В 90-х годах, как бы, узнал. Ну, в начале 90-х военном училище. Для меня это было что-то сравнимо с космическим кораблем. Это предел мечтаний. Почему? Ну, как бы, я считал, что самые лучшие, самые-самые должны на нем летать. Вот. Я себя к таким, как бы, в то время не относил. Вот. Ну, старался, стремился попасть в этот замечательный самолет. Мы из Тульской области, город Ясногорск. Причем мы с ним с одного города. Познакомились с нами? Ну, да. Мы, как бы, и в детстве еще маленькими друг друга знали. Потом, как бы, пути разошлись. Ну, а вот потом опять сошлись. Потом сошлись. Не с ним военного? Нет. Причем и у него тоже нет. Парадокс. У меня тоже военных нет. Причем он единственный из городка военный летчик. И когда узнали там, как бы, городок совсем небольшой у нас, все там гордятся им. Ну, понятно, что родители, ну, даже вот, когда проходит день города или какие-то мероприятия, вот, мы слышали, что называют, что у нас вот в городе есть такой человек. Экипажи постоянно совершенствуют летные навыки, доводя до автоматизма готовность применить весь бортовой арсенал. Неотъемлемая часть боевой подготовки так называемые тактические пуски, когда отрабатывают весь алгоритм ракетного удара только без старта или, как у них говорят, отцепа самого изделия. Быть может, потому пуски практически, или говоря языком обывателя, ракетные стрельбы всякий раз демонстрируют отличную выучку экипажей. Слаженность действий летчиков и штурманов, выход в район пуска и тот миг, когда из грузолюка выходит крылатая ракета. Такое вряд ли забывается. Ощущение, ну, ракета весом, грубо говоря, слегковой автомобиль отделилась от самолета. Самолет-то тоже нелегкий. Небольшой толчок ощущается. И все, пошла родимая к цели. Вооруженные силы нашей страны сегодня переживают подъем. Это констатируют в первую очередь военные эксперты из-за рубежа. Если говорить о дальней авиации, то в ожидании перспективного ракетоносца «Белые лебеди» проходят ряд модернизаций, получая новейшую авионику. Еще не одно десятилетие они будут оставаться на боевом дежурстве, являясь гордостью военно-воздушных сил России. Но пройти нелегкий путь от курсанта до командира такого корабля по силам далеко не каждому. Впрочем, и социальная сторона службы обеспечения жильем и денежной довольствии офицеров ФВС сегодня на должном уровне. Так что мечтающим о небе есть к чему стремиться. Командир корабля получает порядка, ну, около 90 тысяч рублей. Но сейчас, так как уделяется большое внимание спорту, и это поощряется в том числе и денежно, есть у нас командиры кораблей, сдавшие физическую подготовку на высший уровень. У них зарплата уже 100-100 с небольшим тысяч. Вообще, рассказывая Ту-160, сложно не начать им восхищаться. Идеальные пилотажные для таких габаритов характеристики. Гордость за страну, способную создавать такие ударные комплексы. Да и просто эстетическая красота вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным. Но за рубежом в первую очередь оценивают угрозу, которую 160-е могут представлять. Каждая машина – это в первую очередь 12 крылатых ракет. А каждая из них означает для врага одну уничтоженную цель размером с город-миллионник. Степень ответственности командира корабля, который несет, грубо говоря, сколько? 12-10 ракет? 12. 12 ракет селены, главная часть. Степень ответственности? Да. Хороший вопрос. Для этого мы и учимся, проходим учения, чтобы в воздухе, если вдруг такая ситуация возникнет, не было никаких вопросов, мы выполняем свой долг. Для этого и служим, и живем. И ты не слушай, мальчик, маму, не вынуждай ее к обману, и ты не требуй с неба манну, там манны нет. И дни от ангелы черти, когда доверены смерти. По небу весело мы чертим свой белый след. И я мотор врубаю слепо, и у меня луна мигает слева, И жи без бабы и без хлеба не видим небесом. Сегодня смерть приходит с неба, сегодня смерть приходит с неба, сегодня смерть приходит с неба, и мы ее унесем. Белые лебеди не только мощный современный комплекс вооружения, это еще и серьезный политический фактор ядерного сдерживания. Пока такие машины в строю и готовы в любую минуту выполнить приказ верховного главнокомандующего, стерев с лица земли десятки городов на территории вероятного противника, любые самые горячие головы десять раз подумают, а стоит ли начинать агрессию против нашего государства. С вами был товарищ солдат, и я Александр Майоров. Субтитры создавал DimaTorzok